Всем привет и добро пожаловать на канал AnyWonders. Это второе мое видео по мультсериалу Аркейн, создавать персонажа из которого казалось очень увлекательной, но трудоемкой работой. Что в этой игре, что в мультсериале по другой игре присутствует мультяшность, но ресурсы не всегда позволяют добиться идентичности. Выражению лица Вай присущи и женственность, и мужественность. Они сменяют друг друга от разных тяжелых и драматических сцен, и от ее непростой участи опекуна сестры. Вай, или еще более сокращенно Ви, в игре является пилтоверским миротворцем и одной из чемпионок. Ее полное имя Вайолет, которое даже написано на игрушке в виде зайца. Также она получила прозвище Цветастая. В начале сериала мы видим, как волосы Вай выкрашены в розовый цвет, и в игре они такие же, но повзрослев и еще более подкачавшись, они сменились на красно-розовые. Поэтому сейчас я решила выбрать просто красный цвет, но в версии помладше я сделаю ей волосы розовые. Тяга Вай к насилию связана с несколькими факторами. Во-первых, потеряв своих родителей в детстве, она обозлилась на пилтовер, что заложило сюжетный батл двух городов. Нижнего и верхнего за право на прогрессивное будущее. Только вот одни выживали, а другие эгоистично наслаждались своей жизнью. Во-вторых, после ограбления она была арестована, и последующие выходки приводили к тому, что треть своей жизни она провела в тюрьме. Вай с детства была мастером паркура по крышам и обучала сестру подобным приемам. Она очень ловкая, сильная, волевая, самоуверенная. Под конец показывает нам, насколько она натренирована. А бороться Вайолет когда-то учил Вандер, став для нее буквально отцом. Вай во втором акте довольно вспыльчива, импульсивна и не признает авторитетов. Она выросла в трущобах Зауны, с детства была предоставлена самой себе. Отсюда ее превосходно развитый инстинкт выживания и исключительно едкое чувство юмора. В Лиге Легенд у нее есть такая же одежда, что и в Аркейн. Наверное, после выхода сериала добавили новый скин. А ее классический образ с экрана заставки, который должен появиться в будущем, я добавила в наряды для праздника. Кстати, очки в стиле стимпанк раньше принадлежали ее другу Клагору. Создать точную копию, естественно, у меня не получилось. Особенно с этими ручищами, которые называются перчатки Атлас. Да, та самая одежда, аксессуары, это круто. Но когда ты выкручиваешься, используя то, что есть в игре, это добавляет какого-то азарта. Тем более мне все равно больше нравится, когда в Sims одежда получается более приземленной, а не фэнтезийной. Еще в игре ее тату занимает практически всю щеку, а в Аркейн сделали ее более компактной и реалистичной. На ней написано и ее имя, и римская цифра 6, и номер, заключенный римскими цифрами 5 и 1. Я считаю, что не нужно вообще спойлерить этот сериал, а насладиться его просмотром самостоятельно и сделать свои выводы. Теперь, что известно из Лиги Легенд. Вай мало что помнит о своем детстве в Зауне. Впрочем, она с удовольствием избавилась бы от этих немногочисленных воспоминаний. В банде карманников она быстро поняла, что ее выживание зависит от хитростей и кулаков. Те, кто имел с ней дело, говорят, что она с одинаковым успехом может решать проблемы мирно или силой. Обычно Вай выбирает второй вариант. Друзья юности ничего не знали о родителях Вай. Считалось, что те погибли во время аварий на производстве. Увы, в Зауне такое не редкость. Вай выросла в обветшалом сиротском приюте под названием Дом Надежды, но один безумный обитатель сточных ям уверял, что нашел ее на развалинах химической лаборатории. Девочка якобы лежала в колыбели, рассчитанной на двух детей. В конце концов, Вай решила, что некоторым тайнам лучше оставаться нераскрытыми. Она со своей копной розовых волос всегда выделялась на улицах Зауна, удирала от разгневанных лавочников на окраинах, фланировала по пестрым развалам черных линий и ездила в Пилтовер на хэкздравлическом подъемнике. Если где-то намечалась заварушка или грандиозная афера, Вай всегда принимала в этом участие. Но никогда не воровала у нуждающихся и не причиняла вреда тем, кто этого не заслуживал. Вай повзрослела, ее проделки становились все более дерзкими и нахальными. Со временем она организовала собственную банду. Кулаки у нее по-прежнему чесались, а вспыльчивость и свирепый нрав никуда не делись. Так что Вай нередко ходила с разбитой губой или синяком под глазом. Владелец бара на задворках линий взял девушку под свое крыло, и ему удалось немного охладить ее пыл. Он помог ей сформировать моральные принципы, научил сдержанности в бою и объяснил, как управлять гневом. Со временем Вай заработала репутацию человека, который выполняет поручения, не задавая лишних вопросов. Из болтовни заунских шахтеров, часто приходивших в бар, Вай узнавала о предстоящих крупных сделках и о том, как будет доставлена оплата. Суммы, о которых шла речь, были копейками для химбарона, но целым состоянием для Вай и ее приятелей. Она спланировала ограбление, но чтобы все провернуть, ей требовались помощники. Вай неохотно взяла в дело банду своих конкурентов, бесов за фабричи. Все шло хорошо, пока предводитель бесов не убил владельца шахты при помощи огромных сокрушающих перчаток. Рабочих он запер в тоннеле. Обе банды уже бежали прочь с добычей, но Вай поняла, что не может бросить невинных людей на верную смерть. Она забрала перчатки, и несмотря на чудовищную боль от впившегося в руки механизма, смогла пробить шахтерам путь на поверхность. На следующий день Вай принесла визит бесам за фабричи. Она бросила вызов всей банде и благодаря могучим перчаткам задала бесам такую взбучку, что байки об этом рассказывают на линиях до сих пор. Некоторое время спустя, когда отношения между Зауном и Пилтовером обострились, Вай исчезла. Среди банд ходили слухи, что девушка погибла во время страшного взрыва в самом центре нижнего города. Кто-то считал, что она бросила старых друзей и отправилась в дальние страны. Правда, открылась, когда жестокую банду голодухиных забияк, бесчинствовавшую в верхнем городе, накрыла шериф Пилтовера и ее новая союзница, Вай. Бывшая предводительница заунской банды встала на сторону закона. Вместо прежних сокрушающих перчаток, работавших на химикатах, ее вооружили новыми. Экспериментальной хэкстековской моделью Атлас. Никто не знает, как вышло, что Вай стала работать на Кейтлин. Учитывая бунтарские характеры преступлений, волна которых недавно захлестнула Пилтовер, можно предположить, что в этом замешана некая синеволосая хулиганка из Ауна. Так что да, теперь она работает на хранителей, поддерживающих порядок в Пилтовере, и перед мощью ее хэкстековских перчаток не устоят ни стены, ни преступники. В принципе, описание говорит само за себя, но естественно, в Аркейн раскрывается больше нюансов. Более того, их там так много, что не знаешь, за что зацепиться. Так что я пытаюсь себя сдерживать, чтобы не посмотреть повторно этот сериал. Надеюсь, вам понравился персонаж и видео, вы можете всячески поддержать. Также хотела вас уведомить, я завела бусти, это такой подписочный сервис, где можно поддержать авторов платной подпиской. И теперь все персонажи и постройки будут доступны там. Подробнее о том, почему это произошло, можно почитать у меня во вкладке сообщества. Вы можете ознакомиться в описании со всеми уровнями подписки. Разумеется, за подписку ваш ник будет появляться в конце каждого видео. Так что очень надеюсь на ваше понимание. Всем большое спасибо за просмотр, до новых видео и пока!